Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости в студии Екатерина Сегида. И вот главная тема, о которых расскажем в этом выпуске. Большие кочки и ухабы. Ежедневно с таким плохим дорожным полотном сталкиваются жители хутора Стародворцовский. Когда проблема с дорогой будет решена, расскажет Никита Лукьянченко. Опасные гости, что натворили житель Ставрополья с приятелем 20 лет назад. Чувствуете, чувствуете, праздником пахнет. А во сколько в этом году Ставропольцам обойдется главное новогоднее блюдо, узнала Виктория Шкальная. Вклад в будущее. Какой объект начали возводить в Железноводске? Теперь подробнее об этих и других событиях. В крае продолжается работа по обновлению Ставропольских аэропортов. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, воздушная гавань минеральных вод к своему столетию в 2025 году получит новый аэровокзальный комплекс с пятью телетрапами и современными системами обработки багажа, регистрации и безопасности. Также Владимиров написал, что уже в следующем году завершится возведение нового аэровокзала в краевой столице. Там установят новую систему обработки багажа, телетрапы. Кроме того, оборудуют бесплатную парковку на 150 мест. К медали за поддержку СВО в край добавили социальные льготы. Она вошла в перечень наград, позволяющих претендовать на звание «Герой труда Ставрополья» и соответствующие привилегии. Поправки в региональное законодательство приняли краевые депутаты на итоговом в этом году заседании парламента. Напомним, медаль учредили в сентябре по инициативе губернатора Владимира Владимирова. Глава региона отметил, награда задумывалась как комплексная мера поощрения тех, кто внес особый вклад в поддержку специальной военной операции и курса президента. Правительство края предложило, чтобы эту медаль включили в список наград на присвоение звания ветерана труда. Депутаты инициативу поддержали. Мы прекрасно понимаем, что этими наградами будут награждаться не только участники непосредственно, которые были в зоне боевых действий, а также те люди, которые работали и в оборонном комплексе, это и медики, которые выезжали здесь, также с теми волонтерами и людьми, которые там собирали гуманитарную площадь. Это, конечно, достаточно большой широкий круг людей, которые активно принимают участие и куют в общем нашу победу. Я думаю, что это правильное, серьезное решение, в том числе по усилению статуса этой награды. Это заседание стало итоговым в выходящем году. Главным ориентиром для депутатов была и остается политика, проводимая президентом Владимиром Путиным. Также приоритетом для депутатского корпуса была работа с наказами избирателей. Мы планомерно идем по исполнению. То есть многие эти наказы, они включены в том числе и в краевые программы. Порядка 40% наказов за два года, за прошлый и за этот, они исполнены. То есть предстоит большая работа. Активную талантливую молодежь честовали в краевом центре. Итоги уходящего года подвел региональный центр молодежных проектов. В зале собрались более ста победителей, активистов, реализующих молодежную политику края. Молодежь ведет яркую, социально значимую деятельность. Активно принимает участие в различных мероприятиях, которые поддерживает профильное министерство. Мы выросли в количественных показателях, мы выросли в качественных показателях. У нас гораздо больше участников и победителей всероссийских краевых конкурсов. Мы гораздо больше смогли привлечь денег из федерации при помощи грантов, при помощи участия в различных федеральных программах. А это мероприятие мы проводим для того, чтобы вот этим людям, которых я сейчас перечислил, сказать спасибо за их работу, за их неравнодушие и за то, что они вместе с молодежью. Самое главное, чтобы команда молодежной политики развивалась, чтобы мы видели развитие, мы видели цель, мы видели поддержку, то, которое сегодня губернатор Старопольского края оказывает молодежи. То есть сегодня, насколько страна и насколько власть готова поддерживать молодежь, вот, наверное, такого никогда не было. Это говорят и проекты, и гранты, и форумы. Поэтому сегодня нужно идти в ногу со временем, сегодня нужно поддерживать государство, в котором мы живем, и сегодня нужно быть рядом, рядом и быть вовлеченным во все то, что мы делаем. Тот случай, когда одно строят, а другое ломают. Жители хутора Стародворцовского вынуждены ежедневно преодолевать 23 километра дороги по ямам и ухабам. Из-за чего испортилось дорожное полотно и кто отремонтирует разбитую трассу? Никита Лукьянченко узнал ответы. Построили ветропарк, а дорогу разбили полностью. Вон они мелькают крылами свои ветряки, а проехать невозможно. Вот так выглядит дорога от федеральной трассы к хутору Стародворцовскому. Путь длиной в 23 километра по разбитому полотну многие жители преодолевают ежедневно. С большим трудом в населенный пункт добираются и различные службы. У нас сейчас нет сообщения с городом Неонамыск. Мы вчера за три дня еле дождались вечером хлеба, потому что мостик сейчас инвесторы разобрали и вообще дорога вся на ухабах, по ней проехать невозможно. Дорога, по которой можно добраться в хутор, всего одна. И, как вы можете заметить, это в плачевном состоянии. По словам местных жителей, дорожное полотно разбили большегрузы, перевозящие детали для ветрогенераторов, находящихся за моей спиной. И теперь, чтобы добраться на работу или еще по каким-то другим делам в соседний Невиномыск, жителям приходится тратить как минимум в три раза больше времени. Ну вот недавно у нас был случай. Человеку стало плохо. Скорую вызвали, она пришла вовремя. Все. Наша. У нас прекрасный фельдшер. Погрузили и повезли. Пока довезли, привезли в больницу, и человек скончался. Уже поздно. Ремонт дорожного полотна планировали начать в этом году. Однако долгое время администрация округа не могла достигнуть соглашения о возмещении ущерба от инвестора ветроэлектростанции. В первоначальном варианте соглашения, который нам был представлен в июне этого года, мы были не согласны с объемами работ. Первоначальный объем работ заключался в том, что сфрезеровать остатки старого асфальта и постелить сразу же новый асфальт. Технологически мы понимаем, что это невозможно сделать. Поэтому я представителям общероссийского народного фронта предоставил переписку, предоставил протокол разногласий, который мы сразу же написали по поводу этого соглашения, где мы настаивали на включении дополнительных объемов. К концу года соглашение между двумя сторонами было достигнуто. Инвестор Кочубеевской ветроэлектростанции взял на себя восстановление двух участков разбитой дороги. В общей сложности инвестор отремонтирует более 10 километров. Очевидно, потому что нужна дорога, которая простоит не один год с гарантией. Поэтому наконец-то мы знаем, что достигнут соглашения. К сожалению, людям нужно будет еще потерпеть. Ну а мы в свою очередь, конечно же, сейчас обратимся и Министерство дорожного хозяйства для того, чтобы удостовериться, что участок, за который будет отвечать округ, он тоже будет отремонтирован в следующем году. И будем контролировать, конечно, все этапы проведения работ. Участки дорог, не включенные в соглашение, будут отремонтированы за счет средств краевого бюджета уже в следующем году. А за развитием событий продолжат следить Никита Лукьянченко и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Если у вас есть проблема, либо нерешенный вопрос, пишите нам в соцсети или мессенджеры по телефону 8 928 350 80 70. На Ставрополье в канун новогодних праздников повысят уровень безопасности. Ежегодно во время каникул и выходных спасательные службы переводятся на усиленный режим работы. В Краевом МЧС увеличится количество сотрудников специальной техники, а руководство главного управления переходит на круглосуточное дежурство. Особенно готовятся спасатели к происшествиям из-за неправильного обращения людей с огнем и пиротехникой. Таких случаев с каждым годом становится меньше, но они самые распространенные. Особое внимание уделено периоду подготовки к проведению этих праздников. В частности, сотрудниками органов Госпожарного надзора осуществляются профилактические визиты на все объекты с массовым пребыванием как детей, так и в целом людей. На этих объектах проводятся тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожаров, нештатных ситуаций. Также персоналу разъясняются требования пожарной безопасности, предъявляемых объектам. И о происшествиях около вокзала Минеральных вод. Девушка переходила ЖД пути в неположенном месте и, видимо, не рассчитала. Поезд сбил пешехода. К счастью, пострадавшая выжила. Она с переломами в больнице. Про ЧП сообщили в службе спасения Минвод. О других происшествиях в оперативной сводке. Серия убийств. В 2002 году житель Ставрополья с приятелем выпивал в Москве. В ходе застолья гости поссорились с хозяином, убили его и скрылись. Через три дня злоумышленники сидели уже в другой компании. Там также произошел скандал. Приятели на этот раз убили пять человек, в том числе малолетнюю девочку. Затем пошли к соседям и убили там еще двух человек. После этого мужчины отправились в Рязанскую область, где в ходе ссоры убили еще двух мужчин. До всех этих жутких историй в октябре 2001 года Ставрополец зарубил топором двух собутыльников. Много лет преступления не удавалось раскрыть. Однако сотрудники Краевого следкома с помощью экспертиз выявили совпадение отпечатков пальцев на бутылках. Обоих злоумышленников нашли спустя 20 лет. Суд приговорил мужчин к 17 и 19 годам колонии строгого режима. Дерзкий нарушитель по Михайловску ночью рассекала легковушка с громкой музыкой. При виде инспектора в ГИБДД водитель убавил звук и резко развернулся. Мужчину остановили. Уже в патрульной машине полицейские почуяли запах алкоголя. В больнице нарушитель прошел недосвидетельствование. Прибор подтвердил опьянение. Теперь 28-летнему водителю грозит штраф и лишение прав. Липовый мастер в Минераловодском округе 37-летний мужчина притворился мастером по установке пластиковых окон и дверей. Нашел клиента, с которым договорился, что сам купит стройматериалы для работы. Однако, получив от заказчика более 570 тысяч рублей, злоумышленник перестал выходить на связь и потратил деньги на себя. Уголовное дело по факту мошенничества уже в суде. Это была только первая часть выпуска. Впереди еще есть интересные новости. Будьте с нами. Чувствуете, чувствуете, праздником пахнет. А во сколько в этом году ставропольцам обойдется главное новогоднее блюдо, узнала Виктория Шкальная. Вклад в будущее. Какой объект начали возводить в Железноводске. И ловить момент. Новость для любителей фотосессии в конце выпуска. Какое блюдо главное на новогоднем столе? Конечно же, оливье. И у каждой хозяйки салат получается по-своему. Но вот во сколько ставропольцам обойдется любимое блюдо? Виктория Шкальная отправилась в магазин с калькулятором. Наша съемочная группа почти на пороге магазина. У меня, как у ответственного покупателя, с собой список продуктов. И наша основная задача узнать, во сколько в этом году ставропольцам обойдется главное блюдо новогоднего стола. Речь, конечно, об оливье. Берем тележку и в путь. Начнем с основного ингредиента. Колбасы. За килограмм классической варенки отдаем 270 рублей. Есть среди жителей региона и гурманы. Некоторые готовят оливье с курицей или говядиной. Есть и любители так называемого рыбного оливье. Тогда в дело вступает форель. И тут придется раскошелиться. За такой маленький кусочек отдадим около 200 рублей. Следующие на очереди яйца. Продукт приятно удивил в цене. Десяток в декабре 2022 года можно купить за 77 рублей. Даже у самого черствого выступит скупая слеза. Яйца в декабре 2023 продукт нашумевший. За десяток придется отдать 140 рублей. А вот на соседней полке цена совсем вводит в ступор. Аж 200 рублей. По данным Ставропольстата, цена на куриные яйца за год выросла. Внимание, на 144 процента. Золотым ингредиентом 2022 года был зеленый горошек. Тогда за баночку мы отдали 96 рублей. В этот раз ингредиент бережет наши кошельки. За 400 граммов отдаем 69 рублей. Далее овощи. Килограмм картофеля 23 рубля. Морковь 27 рублей. Тоже не успели запастись соленьями на зиму? Тогда придется покупать магазинные. И за ведерко соленых огурцов мы отдадим 137 рублей. Берем майонез и проверяем список. Так, Леш, мы все купили. Колбаса, яйца, соленые огурцы, картофель, морковь и горошек майонез. Все. На кассу. И в 2023 году Оливье обойдется Ставропольцем в 230 рублей. И снова в деле кулинарная команда телеканала «Свое ТВ». Самые часто едящие в кадре, самые часто едящие в кадре журналисты своего ТВ. Виктория Шкальна, Алексей Форсиков. Леш, это уже было. Давай что-нибудь новенькое. А давай Оливье приготовим. Давай. А давай. Очень будет по-новому. Поехали. Доска, нож и задело. Нарезаем все ингредиенты кубиками. Первыми в тарелку отправляются соленые огурцы. Яйца, друзья, я буду резать, поскольку доска у нас одна старинным, студенческим способом. Через кружку. Думаю, что зрители постарше знают, как это работает. Просто берешь так, ножичку, поворачиваешь. Яйцо тоже отправляется в тарелку. Следом картофель, морковь, зеленый горошек и колбаса. Леш, что делаешь? Доскуда у меня отогняла? Отогняла. На тарелке держу колбасу. Зато по-своему. Ну, тоже. Остается лишь заправить народное творение майонезом. И к Новому году почти готовы. Но, конечно, одним блюдом здесь не отделаешься. Российские информагентства провели опрос и выяснили, какой салат поставят жители страны рядом с Оливье. И вот результаты. Почти 60% опрошенных выберут сельд под шубой. 8% найдут на столе место для Цезаря. 6% голосов отдали за мимозу и крабовый салат. По 4% за греческий и гранатовый браслет. И около 10% выберут другие закуски. Ну, а мы вернемся к нашему тазу Оливье. Резали мы, резали. Наконец, порезали. Целый тазик получился. И вот наш новогодний Оливье готов. А на этот раз точно обещают покормить коллег. Виктория Шкальная, Олег Байкулов. Алексей Форсиков. Ставропольское телевидение. Приятного, Алеша. Да, спасибо. Это удивительно, но несмотря на резкий рост цен на куриные яйца, в этом году Оливье обойдется Ставропольцем дешевле, чем в прошлом году. Напомню, в 2022 салат стоил 263 рубля, а в этом 230. В Железноводске прошла экологическая акция «Разрядка». Школьники собрали почти тонну батареек для переработки. Этот показатель даже больше прошлогоднего. Три школы победителя уже определили, а одна из школьниц лично собрала 41 килограмм батареек. Другие новости края коротко в нашем обзоре. Станица Георгийской завершается третий этап строительства водопроводок. Всего уложат почти 6 километров разводящих сетей. Уже смонтировали 4 километра труб и установили 48 колодцев, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Третий этап планируют завершить до конца года, а в 2024 стартует четвертый этап работ. Возводят объект за счет средств субсидий из Фонда национального благосостояния. В Железноводске стартовало строительство школы на 500 мест. Сейчас там занимается обустройством фундамента. В трехэтажном здании будут учебные классы, медблок, столовая, библиотека, спортивные тренажерные залы, бассейн, сообщили в региональном Минстрое. Вокруг школы возведут детские спортивные площадки. Работы проведут по нацпроекту образования. В поселке Горном открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Это уже шестой ФА, построенный в округе за год, сообщили в региональном Минздраве. В медучреждении обустроили кабинет приема пациентов, процедурную комнату и холл для ожидания. Строительство провели благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Есть шанс, что мы снова увидим ставропольского футболиста Матвея Сафонова в матче с европейской сборной. Это может случиться впервые за два года. Если УЕФА и ФИФА разрешат, сборная России встретится с Сербией в Санкт-Петербурге. Об этом первой сообщила футбольная ассоциация Сербии. По предварительной информации, матч должен пройти в конце марта. Накануне ставропольские гонболистки дали бой третьей команде чемпионата России. Девушки сыграли в гостях у Астраханочки. Первый тайм прошел по-боевому. Хозяйки выиграли всего в один мяч. Не отстать помогла 20-летняя правая крайняя. Алина Тишина забросила 9 из 10. Ставрополье даже выходило вперед, но победить не получилось. Поражение 30-33. И всего-то нужно было сдержать Ксению Ильину. Ей дали завершить аж 14 атак, из которых 11 оказались голевыми. Уже в понедельник 25 числа нашей гонболистке в одной восьмой финала Кубка России прибудет Динамо Синару из Волгограда. В Ставрополе сильнейшие гимнастки спорят за путевку на ЮФО и Скайфо. Девушки в течение трех дней выступят в многоборье, куда вошли вольные упражнения на брусьях, в ревне и в опорных прыжках. Список претендентов невелик. На первенстве края собрались спортсменки из двух школ – Ставрополя и Есентуков. Зато среди них есть уже опытные гимнастки, которые выступали на больших турнирах. Они – фаворитки топ-4. На ЮФО и Скайфо я показала самый лучший результат нашей команды в Ставрополе. И из-за этого я попала на первенство России. Ну, мы, конечно, не знали, это так спонтанно вышло. И на первенство России я хорошо выступила для своего результата. Какой результат был, помнишь? Уже так. А место? Место точно не призовое было. Анна Степанова – одна из сильнейших гимнасток края. Но перед выступлением все равно волнуется. Несмотря на статус, считает, что каждая соперница способна побороться за место в составе сборной Ставрополья. Для всех этот турнир очень важный. Я пыталась учить новые элементы. Что-то поставила, что-то убрала. Что поставила? На бревне у меня со скок будет рандат винт. На брусьях, на вольных у меня будет два винта. Убрала я двойное сальто. Я долго его не делала. Бой Ислама Махачева и Александра Волкановски признали лучшим в уходящем году. Речь о первом февральском поединке. Его отметили на церемонии World MMA Awards 2023. Напомню, на турнире UFC 284 в Австралии чемпион в легком весе Ислам Махачев победил единогласным решением судей. Из-за разницы в часовых поясах у россиянина было меньше времени на восстановление после тренировок. Волкановский посчитал, что Махачев использовал допинг. Однако уже в октябре Ислам в повторном поединке нокаутировал австралийца и снял все вопросы. А сейчас хорошая новость для любителей пофотографироваться. В Ставрополе пройдет бесплатная новогодняя фотосессия. Все, что нужно, это прийти в конкретное время, в конкретное место. Итак, 23 декабря профессиональные фотографы Иван Высочинский и Екатерина Ковалева будут работать на площади Ленина, а Анастасия Стрелкова на Александровской площади. За новогодними снимками можно приходить с 16.00 до 19.00. Ну а если в субботу не получится, то в это же время, 24 декабря, Екатерина Ковалева будет фотографировать всех желающих в сквере на улице 50 лет в ЛКСМ, Иван Высочинский в сквере на пересечении улиц Чехова и Мимоз, а Анастасия Стрелкова в сквере на проспекте Юности и улице Шибалдаева. Не упустите момент запечатлеть себя и близких на празднично украшенных локациях города. Ну вот и все новости к этому часу. Еще больше их у нас на сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. Также напоминаю, что мы ждем ваши вопросы на наш номер. Ну и рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Сейчас Алексей Форсиков расскажет о погоде, а я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на пятницу 22 декабря. Погода хорошая будет, обещаю. Смотрите сами. В центральной территории края тепло, слабый ветер, без осадков, продавут пасмурно. У нас это, правда, уже не расстраивает. Потому что в изобильном и минеральных водах плюс 10 в пятницу, плюс 9 в Ставрополе и плюс 6 в Неменомыске. Световой день 8 часов 46 минут. На Кавминводах также пасмурно, но также тепло. Да, плюс 10. Возможно, будет в травницах. А ветер 2 метра в секунду и без осадков хорошо. Северо-восток Ставрополя здесь аналогично. Пасмурно, без осадков и, да, правильно, тепло. Выпадываем плюс 9, активным плюс 5. Но всего лишь плюс 3 в Буденновске при ветре 4 метра в секунду. И в Сегумске плюс 4, пасмурно и ветер 3 метра в секунду. На сегодня о погоде всё. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА